День добрый, дамы и господа! В машине жарко, поэтому мы переместимся в более уютное место и поговорим о том, еще раз о тупиковой мотивации и о том, как тупиковая мотивация вас может уничтожить. Ментально уж точно, а может быть и финансово, но ментально точно, и может быть и физически. Вот об этом мы поговорим. Я говорил уже о тупиковой мотивации и хочу немножечко, так сказать, еще сделать добавок на конкретных примерах. Реально, на конкретных примерах. Вот в том числе из моей жизни, как тупиковая мотивация, из жизни и наблюдений за людьми, как тупиковая мотивация может вас реально практически уничтожить. То есть морально, ментально, физически в том числе. Так вот, смотрите, простой пример. И по поводу, так сказать, и спорта, и жизни, и дел, и так далее. И где настоящая мотивация? Где вот реально настоящая мотивация? Не тупиковая, а настоящая, которая позволит вам долго, так сказать, быть мотивированным, без каких-либо ни было внешних, так сказать, воздействий. Вот смотрите, простой пример. Тупиковой мотивации и мотивации настоящей. Вот на примере, допустим, меня и других людей моего возраста. Скажем, там, 35-40, там, ну, даже уже 35-40 лет, да. Вот смотрите. Когда мне было 20, это... Я уже делал видео, кстати, за что я благодарен Джону Рэмбо. Сверху всплывет где-то вот здесь или здесь. Тут тяжело непонятно где. Вот здесь всплывет, вот здесь. Вот, значит, за что я благодарен Джону Рэмбо, это отличие вот нашего поколения от сегодняшних молодых людей, да. В большинстве своем. Так вот, когда мне было 20, и меня окружали вот 20-летние парни, да, то мы все практически, не как сейчас, там, толстые, там, какие-то вачкастые и так далее, какие-то сутулые, горбатые, то есть, мы все были стройные практически, все были спортивные, толстых не было, да. Но, ключевое, вот смотрите, я покажу в чем тупиковая мотивация, но к 30 годам стройными остались единицы, вот такие как я, да. Это, скажем, я беру пример людей, которые, в принципе, занимались спортом. Почему же, условно, большинство мужиков к 30, а к 40 годам уже с брюхом, какие-то сиськи обвисшие, какие-то все такие, да, и не такие спортивные, как я. Почему? Хотя в молодости, то есть, в 20 лет все были стройные. А очень просто. Условно, все в 20 лет занимались спортом. Я говорил еще раньше в детстве, за что благодарен Джону Рэмбо. Все были активные и спортивные. Но, ключевое, у многих была тупиковая мотивация на занятия спортом. Правильная мотивация, это какая? Это заниматься для себя. То есть, как я уже говорил, вот мне спорт нравится. То есть, мне нравится вот эта физическая активность. Я получаю от этого кайф. То есть, вот я даже делал видео, как я преодолеваю себя, да. То есть, я получаю от этого кайф. То есть, от самого спорта получаю кайф. Да, то есть, от этого. То есть, у меня мотивация идет изнутри. Мотивация быть сильным, здоровым, спортивным, стройным, так сказать, опрятным. Вот, то есть, это мотивация. Она идет изнутри. А у большинства пацанов и мужиков мотивация на спорт какая была? Извне. Вы же знаете эти козлиные ролики на ютюбе? Как похудеть к лету? Как сделать пресс к лету? Какая часть тела больше нравится девушкам? Да какая разница? И вот большинство людей, у кого мотивация извне понравится кому-то, мотивация там понравится девушке, да. Вот эти люди потом и разжирели. Почему? Простой пример. Вот парень хотел, чтобы там какая-то девушка на него обратила внимание. Ради этого он там пахал в спортзале, бегал, кардио качал, пресс и так далее. Все, привел себя в форму. Девушка сказала, красивый, спортивный. И вот, так сказать, она на него обратила внимание, они сошлись. Вот, получилось у них, допустим, что-то типа ячейки общества, семьи. И все. Вот была для мужика мотивация. Для пацана молодого была мотивация, чтобы понравиться девушкам. Понравился девушке, получил девушку, которая уже, в принципе, стала, может быть, твоей постоянной девушкой или твоей там женой. У тебя, грубо говоря, постоянно есть под боком женщина, да. Все, он потерял мотивацию тренироваться и превращается в мешок с говном. Вот и все. И еще одно. Женщина тоже, видя, так сказать, не хочет, чтобы мужик был при ней, чтобы он нравился другим девушкам, тоже не особо толкает его заниматься спортом. Ну, такие, если мужики совсем каблуки, да, такие. У колдового типа, да. Вот и все. Это была тупиковая мотивация. Похудеть к лету, сделать пресс к лету, там, понравиться девушкам и так далее. Это тупиковая мотивация. И она закончится очень быстро, потому что это внешне. У кого мотивация не закончится? У того, кто занимается для себя. Кто никогда не занимался, чтобы понравиться, там, девушкам, понравиться кому-то, там, на пляже, еще что-то, к лету. Я и летом, и зимой, понимаете, хотел сказать, летом снегом обтираюсь. Зимой снегом обтираюсь. Летом обливаюсь холодной водой. То есть, ну, контрастным душем. Холодный, горячий, холодный, горячий. То есть, вот и все. Пример по жизни. По жизни. Вот смотрите. Берем две ситуации, да. Кто-то ищет, как заработать деньги. То есть, он ищет денежный бизнес, да. А кто-то хочет заниматься, ищет то, что ему нравится. Две ситуации. Вот два, берем два человека, два парня, да. Один бредит компьютерами, он там разбирается во всех кишках, в железе. Он там шарит, шурупит, вообще офигенный, да. И второй не шурупит в железе. Но оба решили, я говорю, это гипотетическая ситуация, да. Оба решили заниматься, там, продажей компьютеров через интернет. У кого шансы на длительную дистанцию выстоять больше через все трудности, траблы, 90% бизнесов и так обанкротятся, да. Ну, вот смотрите, две ситуации. Один шарит в компьютерах, и он просто там живет, да. А второй просто ради бабла открывает магазин компьютерной техники. Ну, через интернет. И вот смотрите, этот парень, который шарит, да, он каждый день с радостью идет на работу, даже если там что-то не получается, или там не столько продаж, сколько надо, он кайфует от процесса. И поэтому он может идти дольше на длительную дистанцию. А чувак, который ради бабок, о, в этом месяце не так продал, о, там это самое, все, у него ключевое бабки. И он не может идти на длительную дистанцию, он быстро перегорит, потому что для этого его дело в радость, а для второго его дело просто ради бабок мучение. Все. И он ментально перегорает, и физически перегорает, потому что не может на длительную дистанцию, вот у того, грубо говоря, вырабатывается дофамин, когда он занимается своим интернет-магазином, а у того только кортизол вырабатывается, если что-то не получается. Вот и все. У него сплошной стресс, у этого кайф. Этот на длительную дистанцию может длиннее бежать. То есть он условно марафонец, а это спринтер. Все. Но даже если, допустим, у обоих успех, да, этот человек, который здесь у нас на этой стороне, который кайфует от процесса, что он будет делать? Он будет дальше развивать фирму, развивать процесс, потому что он от этого кайфует, да? Я уже приводил пример Илона Маска. Он кайфует от процесса, да? То есть там космосы и все вот эти электрички, там, понимаешь, он кайфует. Вот у нас два чувака. Один кайфует от процесса и зарабатывает, вкладывает, развивается. Второй, допустим, оба достигли успеха, заработал деньги, потому что у него цель была деньги. Что начинается? Не вкладывание в фирму, а покупка. Мишуры. Бентли, Шментли, Аурусы, Ламборджини, там, Паршиш, Маршиль, там, С, Турбоэс, там, Суперэс, РС, там, Ауди и так далее. То есть начинается вот это. Дом, там, чтобы сортир поднимался электронно, горшок, там, это все. И он просто тупо тратит деньги на эту мишуру. В итоге нельзя двум господам служить. Как говорил мудрый царь Соломон, невозможно. Как говорил Иисус Христос, невозможно. Где сокровища ваши, там и сердце ваше будет. У него цель мишура. Он получил бабки, потратил на мишуру. В итоге фирма так или иначе прогорит по отношению к этому человеку. Особенно если рынок начнет сжиматься, выиграет вот этот, который кайфует от процесса и их кладывает в развитие. Тот, который нацелен на мишуру, покупку, там, пентхауса, там, не знаю, там, золотого унитаза, Бентли, Роллс-Ройсов. Все, он перегорает. И он перегорает ментально. Он добился, получил, получил мишуру, все. Вспомните этого бизнесмена, этого Боссова. Все есть, живет в Барвихе, Путин через два двора, застрелился. Все, перегорел, чувак. В список миллиардеров попал, все, и кончился. Или был еще такой, помните, он ушел в духовность, в развитие. Почему сгорел? Помните такого Руслан Татунашвили? Опционы там у него были. А до того у него это колбек-хантер. Чувак просто сгорел. Он сгорел ментально и признался в этом. Все. То есть, почему? Потому что только ради бабок бизнес, ради денег, денег, денег. Получил деньги. До хера. По пять мультов, ну, по пять миллионов рублей, когда рубль был по 30 за доллар, да? По пять миллионов в месяц сделали вдвоем. Все. И он, он уперся. Все есть. Хочешь там x5, x5. Все. И уперся, чувак. И перегорел. Просто вот все. Потому что ради бабла. А не ради чего-то там развивать, делать какую-то там компанию, что-то для людей там. Знаете? Или там цель какая-то там на благотворительность тратить, еще что-то. Все. Человек перегорает. Вот вам, вот вам две, две, два примера. Две, так сказать, единицы. Два примера. То же самое. Поэтому избирайте всегда любимое дело. Не можете найти любимое дело? Пробуйте все подряд. Все. Мотивация должна идти изнутри. Так же, как вся мишура. Это мотивация извне. Это полны вот этим. Все эти инфо-цыгане, вот эти марафончики, эти. Что они показывают? Вот для лоха. Что? И лохи клюют. Они показывают все как один. Бентли, Роллс-Ройсы, там полеты, там яхты, полеты на яхтах, плавание на самолетах. То есть, все вот это они мишуру вот эту втюхивают. Для чего? Чтоб вы купили их курсы. Все. Как быть успешным, успехом, богатым? Там это чушь. Об этом я уже говорил. Никто, наступив на в яму и увидя там золото, никто не будет орать. Золото, золото здесь. Люди, подходите, смотрите, золото. Нет. Все это схоронят. А вот наступив на говно, скажут, стука насрали везде. Понимаете? Почему это? К тому, что тот, кто открыл условно грааль успеха, или у кого есть успешный бизнес, он никогда не будет делиться этими лайфхаками с вами. Зачем? Даже если он ради денег. Просто подумайте над этим. Зачем ему множить себе конкурентов? Если золотая жила там прет, да подключи несколько компьютеров. Когда там мы изобрели там, знаете, все эти рекламы, какую-то там сеть. Он роботизированно зарабатывает на фондовом рынке. Думаешь, бля, кто клюет? Вот какой имбецил на это может клевать? Это же чушь собачья. Если ты открыл такой грааль, у тебя такой робот, да купи ты серваки. Просто вот купи серваки огромные. И поставь их, своего робота, на эти серваки условно, подключи там тысячу компьютеров, десять тысяч. И зарабатывай сам. Зачем тебе? То есть размножь этих ботов, и пусть они сами тебе зарабатывают. И счета пусть тебе стекают. Открой мульти счет там со всеми счетами на компанию, и пусть к тебе текут бабки. Зачем тебе делиться этой схемой с кем-то? У вас на счету будет, ну куча таких реклам, знаете, для долбоебов, да, для имбецилов. У вас на счету будет миллион долларов, там, десять миллионов, миллиард, сто долларов, я вам сейчас переведу, тысячу, триста тысяч, триста сил трактористов. Вот и все. Это тупиковая мотивация. И на тупиковую мотивацию клюют дураки. Когда мотивация извне. Когда вот эту манки, мишуру, бентли, роллс-ройсы, там, красивая жизнь, острова, все. Вот этот бизнес там, иди туда. Не надо. Есть люди, которые зависимы от внешнего мнения. Это слабые люди, их тоже очень много. Которые зависят от того, что о них подумают другие люди. Какая разница? Ну вот реально, какая разница? Ну допустим, допустим даже там, кто-то о вас что-то думает, или что-то про вас говорит. На вас это как влияет? Да никак. Если только вы не захотите, чтобы это на вас влияло. Но повторяю, тупиковая мотивация вас уничтожит. Как в бизнесе. То есть если вы будете избирать там вот мишуру, я хочу там роллс-ройсы ради этого пахать. Да? Получишь роллс-ройс, если получишь. Да? Перегоришь. А если у тебя тупиковая мотивация, в том числе ты зарабатываешь ради роллс-ройса на нелюбимом деле. Ты будешь каждый раз получать не дофамин, а кортизол. То есть гормон стресса. Каждый раз тебя будет стрессовать. В отличие от того человека, для которого это дело любимое, и он может на длительную дистанцию долго идти. Получая кайф от самого процесса. Потому что каждый день, это первый день всей вашей оставшейся жизни. Всей вашей оставшейся жизни. Сколько бы вам не было, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 65. Сегодня первый день всей вашей оставшейся жизни. На что вы его будете тратить? На то, чтобы когда-то в будущем что-то получить и типа быть счастливым? А вдруг завтра не наступит для вас? Может лучше быть счастливым прямо сейчас? А для этого не надо избирать тупиковых мотиваций. Вот такие вот дела, дамы и господа. Под скриптом. И еще глупо мотивировать себя попытками доказать кому-то что-то. Знаете, есть люди, которые вот... В меня не верили родители, но я им доказал. Знаешь, глупость. Или там, ой, меня бросила девушка там. Вот я стану успешным и ей докажу. Тупиковая мотивация. Тоже тупиковые мотивации. Человек кому-то что-то доказывает не потому, что он внутри хочет, так сказать, этим заниматься. А чтобы кому-то что-то доказать. Кому-то что докажешь. Ну хорошо, не там девушка тебя бросила, но ты там разбогател все, приехал к ней на Феррари. И зачем? То есть какой смысл? Чтобы что? Чтобы она пожалела? То есть у тебя, значит, зависимость до сих пор от внешнего фактора. Внешний локус контроля. То есть до сих пор тебя контролирует какая-то девушка, которая тебя бросила, потому что у тебя там не было ламборджи. Да нахер ее? Зачем ты с этим локусом контроля живешь? Просто брось. Это знаете, как притча про двух монахов. Да? Два монаха идут. Бенедиктинцы или каких-то монахов, которые даже деньги не трогали руками, а собирали в мешочке специальными лопаточками. Они подпоясаны, бенедиктинцы, монах Святого Ордена Бенедикта, подпоясаны были только поясом. И в общем, или последователи, господи, этого Святого Франциска Осисского, да, вот эти. Они подпоясаны поясом. В общем, и суть. У них, значит, строгий целебат, там нельзя прикасаться к женщинам, к деньгам и так далее. Вот идут эти два монаха. Идут, идут. И там ручей. И стоит женщина. Ну и говорит, ой, монахи, не могу я перейти реку, боюсь замочить вот свои там сандалии, сапожки. Очень бурная река. Ну, один монах берет ее на руки, переносит через реку, ставит на берегу, возвращается назад, и они идут дальше. Прошло три часа этого пути. И через три часа второй монах спрашивает. Говорит, ну как же так ты вот мог? Мы же обед принесли, не прикасаться к женщине, а ты взял женщину на руки и перенес ее через реку. На что тот монах ему отвечает. Говорит, послушай, я женщину перенес через реку и поставил ее там три часа назад, а ты все еще несешь ее с собой. Вот и все. То есть ментально ты все еще несешь женщину в голове, а я ее перенес, поставил, забыл и пошел дальше. А ты все еще несешь ее с собой. И вот большинство людей несут с собой чувство вины, желание кому-то что-то доказать. И тоже это как бы их мотивация, но она тоже тупиковая. Она изначально тупиковая. Ищите ту мотивацию, которая настоящая, что действительно вас радует, что действительно вас мотивирует внутри. А как это я уже говорил. Дома, у себя дома. Вот перед зеркалом один разденься до гола и спроси себя. Вот у тебя ничего нет. Спроси себя, что хочешь ты? Ты, вот ты, внешних людей нет, их не существует, никого нет. Что хочешь ты? И вот найди ответ на этот вопрос. Если не можешь, пробуй по жизни разные вещи. Разные бизнесы, разные там, разные профессии, волонтерство, там еще что-то. Пробуй. В этом и состоит жизнь. И кайфуй от процесса. Вот и все. Вот и вся настоящая мотивация. А что извне, то от лукавого. Всего вам доброго. субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...